Время прошло, а они не вернулись. Эстуари пришли в упадок. Королевство требует избавления. Подпиши договор. И твои дети унаследуют от тебя. Как только ты отплывешь, пути обратно уже не будет. Итак, время пришло. Всем привет, меня зовут Артур. И мы наконец начинаем проходить Рок Легаси 2. Я это давно откладывал, долго точнее откладывал. Но откладывал не потому, что что-то там, а просто потому, что возможности не было в это дело поиграть. Хотелось что-то другое, потом одно, потом другое, третье, десятое. Так, нам удалось пересечь воду незамеченными. Несколько стражников патрулировали за подной стеной, и нам удалось избавиться от них, не подняв тревоги. На закате мы начнем восхождение по стене. Провизия уже должна ожидать нас на самом верху. Хорошо, когда мы это дело с вами смотрели, оно было на английском. Сейчас приятно, что это есть на русском. Слушай, а я могу? Ага, вот так это делается. Мы с вами уже проходили обучение в свое время, но я думаю, что мы пройдем его еще раз, потому что нужно вспомнить, как это дело работает. Тем более, что я переназначал немножко кнопки. Тут просто есть возможность уклоняться по направлению, а есть возможность уклоняться клавишами именно в ЛТ, РТ. Типа, знаешь, ты смотришь прямо, а можешь увернуться в обратную сторону. Так, это еще одна записочка. Мы на несколько дней засели здесь, пока С и Ешпионы подготавливали западную стену. Они установили люки впереди от нас так, чтобы мы могли открыть их снизу. Этой ночью мы сделаем свой ход. Вокруг бродят тяжеловооруженные патрули, но со всей этой схваткой на мосту у них не будет времени для подкрепления. Снова записка от И. Хорошо. Я не знаю, насколько это продолжение или новая история, но я думаю, по ходу дела разберемся. Ерунда только в том, что я плохо помню предыдущую историю. Помню, что там как-то что-то было связано с фонтаном, который мы в итоге уничтожали. Ну, фонтан, по-моему, который... Ага, то есть тут, получается, мне нужно именно вниз прожимать, чтобы это работало. А вот те самые люки, которые они установили. Хорошо. Кабели водолазного колокола, необходимые нам для преодоления внутренних валов, уже ожидали нас, как и обещал С. Но наши разведчики недооценили необходимую длину. Нам не хватает где-то полсотни метров. Нам, похоже, придется творчески подойти к этому вопросу. Хорошо. Допустим. Так, ломаем все, так как это обучение, а нам пригодятся монетки, которые мы здесь сможем найти. Я так поддумаю, надеюсь на это. Ага. Но, насколько я знаю, в итоге уже все прошли, кому не лень, эту игрушку. Мы только до нее добрались. Так, здесь надо удариться, да? Ага. Чтобы мы понимали, что можем сделать вот такое восстановление. Хорошо. Уже все, кому не лень, прошли, поэтому я знаю, что игра получилась достойная. Я знаю, здесь есть секрет. Я видела. Ага. Вы слышите тысячу шепотов, но не можете разобрать голос. Большинство страниц было вырвано из книги. Осталась лишь одинаковая записка. Мне хотелось бы исправиться. Прости. И, точнее, прости, сказал об этом, и хорошо. Надо помнить, что если мы все это дело ломаем, то можем получить из этого еду, восстановление маны, вот это вот все. Похоже, я снова недооценил цей ее харизму. Под собой я могу лицезреть всех этих отступников, пополнивших наши ряды. Когда к нам успело присоединиться так много повстанцев, отсюда все это кажется бескрайним морем. Предполагалось, что это будет самоубийственная миссия, которая предназначалась лишь для нескольких. Она неосознанно сплотила эти души для гиблого дела. Ага. Мои грехи все продолжают приумножаться. Снова и... Ну, вроде звучит, как какая-то достойная цель, вроде бы, да? То, что они тут устроили. Звучит, как восстание, но вроде как достойное, нет? Не знаю, будем разбираться. Подожди секундочку. А, я в воздухе, получается, не могу делать рывок, только с места. Хорошо. Будем иметь в виду. Подсознательно, хоть это и неудобно, но почему-то мне хочется поражать... А, именно по направлению... Не по направлению, а вот, допустим, если я хочу дешнуться влево, то и прожать левый триггер почему-то. Хотя, по факту, я так никогда не делал. Вот и все. Конец нашего пути. Под нами расположена стена с уловкой, которая может быть открыта только при помощи магии. Ци говорила, что оно должно привести нас прямиком к истории. Сегодняшней ночью все совершенные мной злодеяния будут заодно с жизнью и смертью. Слушай, этот и вроде неплохой. Так, погоди, надо сесть удобнее. Я хорошенько так подготовился, чтобы вы понимали к этому событию. Потому что Рок Лигаси, мало того, что вторая вроде бы как оправдала ожидания, что называется, у людей, так она еще получилась круче первой. Короче, я к этому событию подготовился. Помыл все свое рабочее место, чтобы мне было комфортненько здесь находиться, сидеть. Я даже помыл клавиатуру с мышкой, с геймпаном, вообще все, что только мог. Сделать себе здоровенную чашку чая. Поэтому предлагаю вам сделать то же самое. Я не имею в виду мыть в овощей места. Хотя бы сделайте себе здоровенную чашку чая. Потому что, судя по тому, что я знаю, то это будет достаточно длинное, очень увлекательное и сложное, что не было важное, приключение. Так, это было обучение. Сейчас у нас начинается сама игра. Это портал, я так понимаю? А, ясно. Я уже, честно говоря, боялся на него нажимать, потому что я подумал, что он вернет нас в нашу цитадель. Уровень риска, одна звездочка. Можно подняться до шести. А то что, типа отсылка на ГТА со звездочками, что ли? Вы слышите тысячу шепотов, но не можете развороть голос. Пока классика то, что я вижу, двери тронного зала в настоящее время запечатаны. Смотри, шесть истуариев. Шесть истуариев. Наверное, шестой будет как раз с пометкой шестью звездочек. Убиваем шесть истуариев. Получаем с вами возможность попасть в тронный зал. И там будет опять, наверное... Опять, наверное, будет... Этот сраный фонтан. Тю, я уже побоялся, что я просто в самом начале сейчас попаду в ловушку, не вырусь. И мне придется... Видео закончать с этим. Так, хорошо. Давай вот что посмотрим. Перед тем, как двигаться дальше. Нам надо изучить нашего персонажа, лидеру. Потому что, как правило, мы начинаем всегда с какими-то определенными уникальными способностями. У нее что-то шлем там кажется немножко глючит. Или мне кажется? Так. Так, огромное здоровье и маны. Это просто классический рыцарис. Плюс пять шанс крита оружия. Можно атаковать во время движения. Угу. Всегда навы критические. Атаки во время рывка всегда навы критические. Это типа, когда я делаю рывок, я всегда его гарантированно делаю... И атаку при этом. Я всегда делаю атаку в рывке гарантированно критической, наверное, да? Блок щитом. Я нихрена практически не смотрел по этой игре. Специально. Она ушла уже довольно давно. И я специально старался избегать. Хотя у меня очень зудело в одном месте, чтобы посмотреть хоть что-нибудь. Так. Зажать, чтобы заблокировать 50% входящего урона. И наложить уязвимость. Уязвимость. Перезаряжается со временем. Идеальный блок подгощает 100% входящего урона. Угу. Атаку. Огненный шар взорвается при столкновении. Накладывает горение. Последние тики горения являются новокритическими. То есть последние несколько секунд, получается, будут критовать. Никаких черт у этого персонажа пока что нет. Так, какие права на сражение нет. Никакого единства. Никаких арон. Договор. Гести. Те, кто берут из реликвария гести, должны оставить что-то взамен. Так, глоссарий. Танец. Неуловимый. Может свободно проходить мимо многих врагов. То есть получается, что это такое командирские усиления. Ого. Это типа небольшое описание тех способностей, которые нам могут попадаться. Или как. Может, следующее так оружие будет новокритическое. Вот это, кстати, подсвечивание определенных ключевых слов. По-моему, по-моему, по моим наблюдениям, было взято еще со времен Моровинда. То есть подсвечивать какие-то определенные моменты ключевые, которые вы можете... На которые хотят обратить ваше внимание. Но при этом в Моровинде эти слова можно было нажимать, чтобы продолжить диалог. Или чтобы о них узнать больше. Но в других играх, включая вот сейчас срок Легаси, это не нажимается, так понимаю. Чтобы узнать, что такое навы критический. Письмо старовато, но хранилось бережно. И, слухи не врут. Золотые врата существуют, и я их отыскала. Врата откроются только тогда, когда все истории соберутся вместе. Я знаю, это звучит как сумасшествие, но у меня есть план по спасению каждого. Но сделать все самой у меня не выйдет. Мне нужна твоя помощь и пара ребят, которым можно довериться. По спасению. По спасению историев. Так, это вот так работает. То есть получается, что их можно, может быть, не убить, а спасти как-то. Это не точно, но... Хрен его знает. Если так, то это было бы прикольно. Скорее всего, это должно быть сложнее реализовать. Кстати, визуально игра похожа на первую часть, но при этом выглядит значительно лучше. Приятнее намного. Поменялись вроде как мелочи, но они очень бросаются в глаза. Ну, потому что, блин, я всегда говорил, что все строится на мелочах. Короче, мы постараемся... Первый забег должен быть зарулинен, как правило. Но мы с вами постараемся как можно дальше зайти. Это я всегда умел делать. Чтобы первый забег шел не так, как задумывается разработчиками и игрой в том числе. Часы красного песка. Единственное, что нам может помешать, это не знание того, что ждет нас впереди. Требуется 35 решимости. Выбрать эту реализацию, чтобы раскрыть ее силу. Горюте по мертвому, не по живым. Некоторых людей время лечит лучше. Звучит интересно. 25 решимости. У нас, я смотрю, 225 решимости. Каждые 5 секунд атака оружия наносит 75 критического бонусного урона. Ого, при каждом получении урона. Слушай, прикольно. У нас 225% решимости было. Краткое пособие о реликвиях и решимости. Вот как раз нам и расскажут, как их собирать и почему 225% с самого начала. Реликвии артефакты, для использования которых требуется решение. Знаешь, когда ты читаешь вслух что-то, то почему-то запоминаешь хуже, чем когда читаешь про себя. Я так заметил. Хотя в школах нам говорили вроде бы по-другому. При снижении решимости ниже 100% наше максимальное здоровье снижается. А, получите дополнительную решимость в зависимости от нашего общего веса. Сохраняя легкий уровень, мы можем получить 125 дополнительной решимости. От общего веса. Сохраняя легкий уровень, можно получить 125. Не совсем понятный пункт, будем разбираться. Повышайте свой максимальный переносимый вес, чтобы сохранить свой весовой класс на низком уровне. Так, еще раз. Повышайте свой максимальный переносимый вес, чтобы сохранить свой весовой класс на низком уровне. То есть весовой класс должен быть на низком уровне. И нужно как-то повышать переносимый вес. А от чего зависит перегрузка? Перегрузка зависит от... Прекрасно. Перегрузка зависит от поднятых предметов или от количества переносимого золота. Можно было вниз, кстати, спрыгнуть и не огрести урон. То есть, получается, если это зависит от каких-то предметов, то значит мы можем еще снаряжаться, да, кроме прочего. Слушай, мне нравится вот это... А, да, мы же можем выбить курочку, кроме прочего. Еще, скорее всего, будут какие-то секреты. Должны быть в стенках, надо смотреть внимательней. Мне нравятся террелипы. Единственное, что нужно не получать урон. Оп. Разбиваем все. Что только можно, потому что в этом всем находятся монетки. Монетки, это прокачка, соответственно. Я уже молчу про... Еду. Что происходит? Ты серьезно? Да алло! Ну и хер с ним, потому что мне в итоге в этот раз выпала курочка. Слушай, а получается, что если сделать какой-то момент Альт-Эп-4, то получается, что можно... Можно избежать... Тупика, да? Лебопытно. Не то, чтобы я, конечно, буду этим пользоваться, но... Как факт. Получается, что... Тихо, тихо, тихо. Получается, что персонаж сохраняется. Это прикольно. Но... Почему вот эта природа, этой ошибки, я не знаю. То есть, она не только в этой игре у меня вылетает. Эта ошибка вылетает, в принципе, когда я начинаю какую-либо запись. Я думаю, я знаю, что это такое. Тихо, тихо, тихо. Очень много всего. Я думаю, я знаю, что это такое. И как это решить. Но заниматься этим будем потом. Ничего страшного, что огребли урон. Из него, кстати, выпало какое-то серебро. Ничего страшного, что огребли немножко урона. Главное, что избавились от этого... Ммм... От этого мракобеса. Это красивый кусочек обветренной кожи. Приятно, что получается, можно реально продолжить за того же персонажа, если вдруг произошла вот такая вот ерунда. Кстати, тут даже если обратить внимание, смотрите, она получается... Вот эта кувалда летит мимо меня, и свет отражается на доспехах персонажа. Очень-очень здорово. Я прям тащусь с того, как игрушку сделали. Очень много очень приятных мелочей. Так, надо не забывать, что у нас есть... Прекрасно. Надо не забывать, что у нас есть уворот. Но он работает только тогда, когда мы на земле. А из мракобеса у нас выпало какое-то серебро. Ничего, оно интересно нужно. Так, это просто короткие пути. И по классике жанра здесь должны быть... Нужно сразу убивать врага. Тихо. Чтобы то, что ему взбрело в голову, чтобы он не успел осуществить. По классике жанра здесь должны быть... Разные биомы, по идее. Это самый первый. Чисто технически... Его можно пройти только на одном скилле. Ну, то есть, это не про нас. То есть, мы не пройдем... Не пройдем его сразу. Скорее всего. Оу. Но, технически, это возможно. То есть, попасть на второй биом. Пролететь первый. Даже игрокнуть босса. Ой, елки-пылки. Гляньте, что это тут у нас. Еще одна душонка обосноваться тут решила. Ты ищешь мои силы. Тоже, видать. Ну, позволь мне кое-что тебе сказануть, малышня. Я вижу все. Отличный перевод. Сквозь ложь, сквозь эго, сквозь время. Я вижу пик эмоций, где правда выставлена на показ. И знаешь, чего я вижу, глядя на тебя? Я вижу напуганную малютку. С соплишками из носика. И говляшками из задницы. Э, алло. Что за оскорбления пошли? Малышня. Раз уродливая ты снаружи. Тот какова же ты вну? А, интересненько. Скажу. Сколько ж там у тебя людей, малышня? Ладушки, не знаю, чего ты вдумал о туточке, но отказываться тебе в своем испытании я не буду. Думается, с ее будет весело. Совета желаешь, малышня. Я владею силой эмпатии. Воспользуйся ей, чтобы пройти задание. Слушай тех, кто пал перед тобой, учись на ошибках других, и тогда возможно, только возможно, будет у тебя ратный шанс. Ха-ха-ха. Так. Ступить в семейную реликвию. Восстанавливайте все свечки, здоровье и ману. Помнится мы, когда с вами делали гляшку? Так, прозрение обнаружено. Внутренний демон. То, проходя подобные испытания, мы получали реликвии какие-то. Урегулируйте фрагменты воспоминаний, чтобы услышать подсознательные мысли. Опять заблудился. Каждый путь ведет не туда. Ладно, Дмитрий, успокойся. Помни наставление, о котором тебя учили старцы. Тот, кто предлагает для выбора, всегда скрывает третий. Тот, кто предлагает два выбора, всегда скрывает третий. Ха-ха-ха. Прикольно. Интересное замечание. То есть, ты предлагаешь мне два выбора, один вниз, другой вниз, с другой стороны, а мы пойдем. Алло, тут нет третьего выбора. И где же тут третий выбор, я стесняюсь спросить. Может быть, надо что-то шендерахнуть магией? Так, каждый путь ведет не туда. Наставление, о котором тебя учили старцы. Тот, кто предлагает два выбора, всегда скрывает третий. Вероятно, третий может находиться где-то... ...в стене. А-а-а-а-а-а. Ха-ха-ха-ха. Ясно. Это было интересно. У нас, правда, в итоге вся мана потратилась. Уже часами торчу тут внизу. Нет понятия, что делать. препятствия это лишь скрытые возможности что старцы имели ввиду могу ли я применить эти вращающиеся цепи себе на пользу не слишком страшно это пробовать но тут вроде тут вроде все понятно да я чё ж тебе страшно это пробовать если если тут есть безопасная краской а ясно так так то сразу так то сразу стало понятно почему тебе страшно было мотик немножко напоминает уровне селесты кстати совершенно здесь мы вроде бы умереть не можем вот в чем фишка ладно можем японки можем на нас могут восстановить я просто получается паду быстрее чем они крутятся на тех по идее можно было бы так скакать да впереди кошмар старцы говорили что это мощный нигилистические мысли разрушившиеся и загноившиеся жесткость порождает жесткость если я такую и произнесу заклинание рядом он проснется и нанесет ответный удар сохранять искусство и они не нападут сразу провокация пошла типа мол ударьте там эту подсвечник еще что-то да даже в этом случае в общем то и не страшно бить потому что увернуться достаточно легко ага мне бы не помешало бы возможность как-то воздухе дышать я думаю что у какого-то нашего наследника такое будет доброту и способна достичь того чего нельзя грубой силы если я дотянусь до кошмара впереди себя может не удастся его успокоить очаг красота так еще раз если я дотянусь до него если я дотянусь до кошмара приди себя может не удастся его успокоить вот так вот прикольно но при этом если я не буду его нет все равно не атакует хорошо отлично просто прекрасно я думал просто что и он нас может ударить прикосновением но нет я его нет я его до него я могу до него дотянуться надо только поднапрячься зараза есть а можно было их вообще просто в этот скинуть да и всю пропасть еще по чуть-чуть кстати говоря а я не могу до не дотянуться потому что я понял я думал что это бэкграунд ага банан смекалочка черт возьми так я же могу могу надо проверить а то есть получается что если я его ударю то принципе я буду в относительной безопасности все равно пока он спокоен короче с ним надо просто взаимодействовать либо их успокаивать либо от них уворачиваться так мы похоже прошли испытания а поздравляю малышня ты продемонстрировала мне что умеешь слушать и учиться далеко пойдешь помни люди могут лгать а вот эмоции всегда говорят правду смысле так эмоции можно поделать а еще одна вещь прочитать воспоминания успокоить кошмары там импатии то есть получается что мы научились дружить с кошмарами принимать их мы научились очередная обладательница тома эсапа хочу предостеречь путешественница быть внимательны к тому что изучаешь правда может вести в заблуждение интересно короче это будет та самая реликвия одна из тех самых реликвий которые по итогу мы будем передавать из поколения в поколение да это будет хорошо ну типа это будет объясняться тем точнее это будет объяснять то что мы эту реликвию не теряем после смерти просто потому что она будет передаваться по наследству ну да интересно сколько длинный этот биом и сможем ли мы вообще до босса дойти я думаю что нет хотя даже если и дойдем не факт что мы его победим но я знаю одну проверенную методику сражения с боссами там красная дверь кстати какая то отличная методика против боссов которых встречаете в первый раз заключается в том что нужно сначала дать им возможность показать все что они умеют при этом нужно хорошо уворачиваться и все зараза начиная с проблемы потихонечку пока не серьезные но тем не менее а а этот кинжал видите все по другому получается топор на нас летит кинжал ну топор получается вращается в нас а кинжал летит прямиком в нас пошел ну кинжал кстати выглядит достаточно опасно то есть опаснее чем сраный топор если если что кстати можно будет на врагах пробовать вот такой вот прием чтобы выжить помнится я так даже в первой части когда-то босса завалил этим приемом ага у них у у них снаряды пролетают сквозь стены хорошо шлем простой наряд который носят околиты в академии я его надел или я его должен буду надеть у нас даже квесты есть это у нас появилось только что внутренние демоны завершить испытания нажать rb чтобы прочесть вас а вот понятно это мы получается приходим смотри даже цепь а я могу их да и я могу с ними тоже взаимодействовать прикольно очень круто все интерактивное короче получается что я могу найти квест такой и могу выполнить не сразу снаряжение которое мы с вами взяли это только реликвий получается шлем который мы с вами взяли скорее всего это то что мы сможем с вами надеть на следующего наследника наверное да сколько лет прошло с тех пор как мы сюда спустились пятьдесят сто тысячи мое терпение на исходе эти ученые прыгают от одной прихоти к другой будто они на балу пришли только и делают что поют и танцуют и ничего никогда до конца не доводят приняли наши дары жизни и злоупотребляли ими такому нераспространенному поведению надо положить ой господи нерасторопному поведению надо положить конец их надо наказать только через боль можно совершить новые открытия я уже поднимал эту тему на другие но другие со мной никогда не соглашаются они никогда и не пытаются я снова подниму эту тему на следующем совещании и на этот раз все будет по-другому я чувствую это у каждого у каждого есть предел терпения и что-то мне подсказывает что в 30 тридцатый раз и все получится че я просто прекрасен я думал что я ошибся с пропорциями но нет все хорошо внизу стоять нельзя на нас сейчас сша я конечно ничего не хочу сказать но мы по-моему прошли довольно много уже на данный этап на данном этапе и эта красная дверь вполне вероятно ведет просто в новый биом опа есть мнение что это босс сюда кстати нет портала если я отсюда уйду портал обозначается получается чем он обозначается я не могу понять портал так семена реликвия уникальная комната мистическая порталы обозначаются своего рода звездочкой но я не вижу здесь ни одной звездочки что такое я просто если отсюда уйду то потом возвращаться будет далеко давай может быть сразу попробуем почему бы и да а это не босс оказался это это босс или не босс это испытание а хрен там 53 много больно бьет вот та 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 еще раз 53 да ты гонишь я честно говоря надеялся испытание победить победили или нет я не понял это по-моему я ему все таки навалял ага но это не все задница а нет все О-о-о, да Какую-то кровь нам дали, что это такое? Итого, у нас почти полторы тысячи монеток Две тысячи какого-то серебра и кровь Что там? Есть еще какие-то жемчужины Что такое это ваша кровь? Ладно, неважно Сейчас меня больше всего, что интересует С этим мы разберемся потом Сейчас меня больше всего интересует Как бы нам подлечиться после всего этого Потому что курочка выпадает достаточно редко А проблем тут еще хватает Куда меня это? Куда-то сюда Ага, хорошо А урон, кстати, я так понимаю Он такой низкий только лишь потому, что Да, потому что я именно отрубил это врага Короче Единственный способ сейчас выжить Это вести себя максимально аккуратненько Там шипы Шипы нас, в принципе, еще пока не убьют Даже если я на них упаду К слову, уровень у этих врагов Пятнадцатый У нас первый Я не знаю, можно ли считать это Какой-то локальной нашей победой Я могу на столе сказать? Смогу? Можно ли считать это локальной какой-то победой? Что мы сражаемся с врагами пятнадцатого уровня? Чувствуя себя при этом достаточно комфортно Нет, нет, нет А, ну не вылазит заново Хорошо, то есть можно было их, оказывается, рубить Тогда эта монетка наша Не уйдешь Но с боссом, я думаю, мы все-таки не справимся Хотя по классике жанра Это, кстати, уже босс По классике жанра Нам должны дать возможность Подлечиться перед ним Так, погоди секундочку Почему в этом месте Не отмечается портал? Он отмечается только тогда Ага Ааа Получается, он отмечается только тогда Когда, погоди Надо выйти вот в эту комнату И посмотреть Проверить теорию Нет, отмечается А почему в прошлый раз Я здесь не видел точки портала? У нас, получается, всего два И здесь, где босс Он не показывается Наверное, потому что Он априори здесь должен быть А, сюда можно было, в принципе, попасть Получается То есть Там, где есть что-то Например, реликвия Или босс Портал есть априори Угу Но нам, получается, нет смысла К нему идти Потому что нам надевают Сейчас жопой И на этом все закончится А это как раз новая локация Я боюсь сейчас Влазить наверх За вот это вот Неходимые крылья эфира А нет Работает Работает Не так, как я думал Интересно Так, ну понятно Здесь мы, получается, не пройдем Нужно сначала Что-то Что даст нам, возможно, двойной прыжок Или что-то в таком духе Тогда уходим отсюда Пока что, наверное Нет, не сюда Сюда Удивительно Это же, получается, дверь к боссу Но при этом нам Не дают возможности Перед ним вылечиться Это, честно говоря, отстой Ну ладно Будем расценивать это Как очередное препятствие Перед нами Давай уже наконец-то Сюда сходим Не потерять здоровье И одолеть всех врагов Мне это не нравится Это значит, что я Определенно здесь Потеряю здоровье А, то есть Суть в том Чтобы просто их перебить То есть Здесь не будет даже ловушек никаких А, ну тогда Тогда, может быть Все не так уж и плохо будет Ага, банан Все? Что это такое? Руна Эльдара Повышает магический Критический урон И еще капельки крови Для чего-то Еще можно, кстати, вниз уйти Давай так и сделаем Что это было? А, я когда, получается Бью по этой Сильно резонирует Меч Что меня аж отбрасывает Я очень надеюсь В каждом канделябре В каждой бочке Найти хотя бы Одну Курочку Хотя бы Одну Лем вниз пока что Я думаю, что все пути справа Нас по итогу приведут В новую локацию Если мы хоть и не вытянем Первый забег До конца То, по крайней мере Мы Соберем как можно больше Золотишко Для нашего следующего Потомка Так, алло Мне не нравится Что вы стреляете По очереди Они еще интересно Стреляют Они стреляют В направлении Но немножко В разброс Ага Так, это все, да? Было просто По два сундука Точнее По сундуку Со стороны Хорошо Мне кажется Что вот здесь Вот наверху Вот этот вот Комнатка Там вроде бы Должна быть какая-то В нее ведет сразу Два прохода Я думаю, что она там Всего лишь одна Надо бы ее посетить Нет Так Тупо погибнуть Зараза Но мы зачистились Довольно неплохо Я должен доложить Тут еще один проход В еще одну новую Локацию Судя по всему Слушай, а мы в итоге Погибли Это мы собрали 451 254, да? А все то, что Там было сверх Этого Это то, что у нас Уже было, да? Или как? Сэр Джатсон Рыцарь, рыцарь, рыцарь То есть у нас пока Больше никакого Магмапад Грибковое Ой, распыление Магмапад звучит Прикольно Антиквариат Панцирь Коя 45% Решимости Короче, ни черта Не известно ни о чем Ровно до тех пор Пока ты не сыграешь За наследника Очень интересно А что такое Посмотреть на след А Сэр Ли До этого у нас был А что это такое? Его имя Немножко отличается Оно написано На английском просто Мы с вами начали За Леди Рут А Сэр Ли Я не помню Ладно, хорошо Давай возьмем Вот этого Мне просто пока что Нравится то, что У него есть Магмапад Здоровый народ Работающий народ Черты Теперь дают бонус К золоту Короче, в принципе Вроде бы как классика Жанра так Медобслуживания Всем рады приветствовать Всех Ваше королевство Предоставило людям Доступ к медицинским услугам И удобствам В определенные черты Теперь дают бонус К золоту Угу Хорошо Я этого уже не помню Мы вроде смотрели Это в Гляшке Но я этого всего Уже не помню Так Дуй изобретения стрельбища Большинство людей Практиковалось Швырять стрелы В соседей Так Найти уязвимости В налогообложении Спастись от поборов Харона Разблокировать живой сейф Поднести должно быть Двенадцатого уровня Или выше Чтобы разблокировать Данный уровень Хорошо То есть пока что Мы можем сделать Вот так Не будем пока Все вкладывать Нет не хочу Пока не хочу Мы прокачаем Скорее всего Весь наш замок Но пока что Мы можем По идее К нему вернуться Он будет Вон на фоне Да Разрастаться Панцирькое Кстати Действительно У нас вроде Мы нашли Может его надеть Вот именно Для этого Ааа Понятно Я сейчас ничего Не могу Из этого использовать То есть Это необходимо Что-то построить Здесь В замке Для того Чтобы мы могли Купить То что нашли На локации Хорошему дому Хороший фундамент Кузнец Это нам пригодится Не хватает воображения Он компенсирует Возрастом Там где кузнецу Не хватает воображения Собейте для него Чертежи Он Знав уставшие кости Сделает для вас Самое роскошное Обмундирование Это мы нашли Панцирькое Чертеж его А теперь Мы можем По идее Купить у него Это Спасибо тебе За помощь В сооружении Моей лавки Плавки Малыш У меня не гроша За душу Но я тебе обещаю Твои инвестиции В здешнюю Плавку Кузнецу Окупятся Я не могу сделать Много Поскольку Чертежей у меня нет Но работав Ты Но работ Работав Ты Я сообща Ну и ну Мы способны Создать Такие Невообразимые Вещи И это Я это Буквально На ты Подхватив Подхватил Эту На ты Подхватил Эту Афантазию Не могу Увидеть Картинки В этом Черепки Вот поэтому Мне нужны Эти чертежи Господи Как ты Ветеватый Изъясняешься Другой Мой кузнец Итак Вот что за дело Ты достаешь Для меня Чертежи А я беру С тебя Деньги Чтоб Работать По ним Вроде Звучит Вроде Относительно Честно Все выигрыши Я выиграю Поскольку Получаю Бесплатные Чертежи А дальше Я опять Выиграю Поскольку Появляется Клиент Сам ты Выиграешь Потому что Клиент тебе Еще платит А я У меня Три минуса Но зато Один плюс Того что я Получаю В итоге Твою работу Впрочем Достаточно Тролливали Дай-ка покажу Тебе что Находится У меня за спиной Действительно Итак Кожаный шлем Ученый шлем Все Это все Что мы с вами Нашли Блин Так обидно Приобрести Это мы Получается Можем Сейчас На себя Надеть Плюс 10 К весу Вес у нас Максимально 50 Плюс 125 К решимости Плюс 75 К решимости То есть Получается Что я Уже Перевешен И наша Решимость Падает Ага И это Стоит Кстати Определенных Денег Все Собственно Поэтому Я и стал Их Тратить Может быть Имеет Смысл Конечно Пока что Потаскать К ужинку Да нет Походим Вот так Хер с ней С этой решимостью Пока что Все остальные Деньги Я думаю Мы сейчас Вольем Ага Вот тут Прокачивается Как раз Килограмм Хорошо Только Нужен Ее росту Голова 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 Идет Кругом Шучу Я видел Оценник Какая Тяжелка Не знаю Чего У меня Голова Кругом Идет От тех Чистических Средств Которые Пристоит Применить Нельзя Было Для девушки Что-то Получше Достать Алло Что-то Такая Пешенебельная Ты посмотри на нее Что ж Ни с чем не вправо Выбирать Поэтому я решила Больше Не быть Бедной А теперь поговорим О колдовстве С большой Он типа Решила Не быть Бедной Поэтому Выставляет Себя Как Богат Интересный Стиль Жизни Потому что Скажу тебе У тебя Зачарование Недешевое Это К слову О капитале Найди Для меня Прелестные Рунические Камни Я смогу Наделить Типа способностями Которые Тебе И не снились Например Похищение Жизнью Тех Рогов Или Слабый Магнетизм И это Все Это все Что Убили Пока Ты Для меня Рунические Руны Хорошо Так это Тоже Стоит Денег Стоит Кстати Дохерища Денег Сначала Приобрести А потом Еще Прокачивать Надо Ну Кто же Знал Что Ее Вещи Окажутся Для нас На данный Момент Чуть Более Полезными Это Кстати Стоит И Денег И Крови Стать Аб Плюс И забрать Кровь Каждого Встречного Останять Здоровье За каждое Встречное Вага зависит от силы Вот это нам надо Это нам по-любому Надо Так Хорошо Мы все деньги В любом случае Сольем Потому что Кстати Может быть Еще и Может быть Еще и Чучело Надо заплатить Чтобы Чтобы Как-то Вот Чтобы Тренироваться На нем Так Здесь мы можем Получается Просто потренироваться Прыгать Прекрасно Привет Изящная Жизнь Местичка Тут у тебя Меня зовут Леди Квин И я очень рад Встретиться С тобой Я являюсь Живым Манекеном Я знаю Все про оружие И о всяком Таком Я обожаю Эту тему Так что Если у тебя Есть вопросы Просто спроси Не полкодая Затница Я могла бы Поговорить о них А кто знает Может ты мог бы Изучить Трюк Или два И прости За мое Заикание Оно становится Хуже Когда я себя Чувствую Робкой Ладно Не было Но было приятно Поговорить с тобой Я думаю Леди Квин Скрытая Мазохистка Ей нравится Когда ты ее Бьешь Короче Мы должны Слить все деньги Что у нас есть Потому что Харон Все эти деньги Все равно Отнимет Вот в чем фишка Интересно Будет ли он Отнимать Наше серебро И кровь Ранг Мастерства Учиться на ошибках Предков И зарабатывать Постоянные бонусы За смерть Ух ты Прикольно Это звучит Давай Мудрый тотем Весельще знаний Каждый воин Связан с ним Чтобы его мудрость Перешла всем остальным Теперь получаете Опыт мастерства За каждый класс Получить достаточно Опыта Чтобы повысить ранг И получить Постоянный бонус К характеристикам Круто И денег у нас Не осталось По итогу Так хорошо Теперь у нас осталось Только то Что разблокируется За уровни И единственное Что мы можем Качать на данный момент Это вот эту штуку Кстати можно уже Вместо для сборов Поборов И даже разборов Вылечивать живучесть Повышая здоровье Прекрасно Так Стоит кстати говоря Относительно недорого Особенно если мы будем В таком же духе Продолжать зарабатывать монеты Короче Харону шиш А не деньги Будут в этот раз Надо только вот что Проверить Ага Вот так это работает Слушай Ну вроде прикольно Вроде интересно А какой урон У этой хреновины 36 Ну как это Это был крит Да или что это такое Ха Ману мы пополняем Делать нас Делать нас сильнее Это все Почему ты еще здесь Мой монолог окончен Я плох В праздном Подшучивании Ха Понедельники Я прав Ого Ого Тяжесть Задница Ладно Я надеюсь Что вы рады Потому что я рад Что Появилась вторая часть И что мы До нее наконец-то Дошли Чем будет выше Чем будет Больше Сныться наше Королевство Тем оно будет Богаче Я так понимаю Ну имею ввиду Вот именно на фоне Оно будет Разрастаться Будет становиться Богаче Может быть даже Вот это Пригород будет С этими нашими Товарищами Становиться Тоже на вид Богаче Короче Увидимся с вами В следующем выпуске Я надеюсь что вам понравилось Жду вас в дискорде И все Всем Пока Удачи Субтитры сделал DimaTorzok